Меня зовут Положенко Павел Александрович, 1984 года рождения, уроженец города Витовска. Начинал служить в 2004 году в возводе специального значения ВЧ-55-30, город Полоцк. Прошел школу подготовки младших командиров спецподразделений 32-14, когда командиром части там был полковник Павлюченко. Уволился в максимальной должности замком взвода, специальное значение с рекомендациями от командующего внутренних войск, 11-48 человек по всей республике. После этого продолжил службу в качестве бойца ОМОНа УВД Витебского областполкома. Общий стаж службы около 7 лет. Начинал свою службу, потому что работа в ОМОНе казалась престижной и интересной. Были задержаниями, в задачи ОМОНа входила борьба с оргпреступностью, с крупным криминалитетом, с задержанием крупных партий наркотиков и так далее. Служил, начинал служить при полковнике Кургане Дмитрия Николаевича. Его особо не любил, у нас были сложные отношения, насколько могут быть сложные отношения между подчиненного и начальника в силовой структуре. Но, тем не менее, я его очень сильно уважал. Я до сих пор помню один эпизод, о котором хочу сейчас напомнить всем бойцам Витебского ОМОНа и всем спецподразделениям по Республике Беларусь. Когда в 2009-2010 году начались первые молчаливые протесты, когда народ выходил на улицы и хлопал, посыпалась куча распоряжений с МВД о том, что людей, собирающихся больше в трех общественных местах, задерживать, о том, что людей, хлопающих в ладоши, задерживать, и как тогда старый собрал нас всех и перестроим сказал, если человек нарушает уголовный кодекс, нарушает общественный порядок, задерживать. Если человек, что по задержаниях, когда люди хлопают в ладоши или собираются в общественном месте просто, я даже не слышал. То есть на тот момент он показал всем свои большие яйца и проигнорировал заранее преступные распоряжения Министерства внутренних дел. Уволился я по собственному желанию в 2011 году, спустя полгода уехал в Америку, где живу в Нью-Йорке, Бруклине до сих пор, уже 8,5 лет. Я, конечно, слежу за событиями в Беларуси, и у меня есть что сказать по этому поводу. На самом деле, прежде всего, хочу предупредить об ответственности, об ответственности за неправомерное применение физической силы спецсредств по отношению к мирному населению, не совершающему ни преступлений, не совершающему никаких правонарушений, не посягающих на конституционный строй Республики Беларусь и так далее и тому подобное. Это мирное население. И никаких провокаций, это действительно мирные протесты, ни поджогов, как в Америке, ни убийств, ни мародерства, ничего подобного. Провокации сейчас существуют только со стороны властей. Есть ответственность не только за неправомерное применение и нарушение пределов физической силы и спецсредств в отношении граждан Республики Беларусь, но также за нарушение профессионального этикета, за нарушение Уголовного кодекса Республики Беларусь, статья о пытках и истязаниях, за нарушение Женевской конвенции. И я думаю, что в дальнейшем, конечно, никто не уйдет от персональной ответственности за свои действия. Я не говорю о коллективной ответственности, всех нельзя грести под одну гребенку, но персональная ответственность должна быть. Потому что слишком уж много людей дают одинаковые показания об угрозе групповым изнасилованием, а то, как люди содержатся по трое суток, в камере на шестерых содержатся по 50 человек, когда люди не могут сидеть, а ночью они стоят прижавшись друг к другу, когда холодно, когда первую буханку хлеба им кидают через 12 часов, и первая вода поступает через 15 часов. И это очень сильно напоминает то, что творилось с белорусами во время фашистской оккупации, во время Второй мировой войны. Поэтому сложить оружие, маркировать себя бело-красно-белой символикой, повязками на руку, маркировать свой транспорт, снять маски, одеть черные береты, занять позицию в центре города. Останется продержаться буквально 15-30 минут до того, как потянутся люди. Сделать официальное обращение, чтобы все об этом знали. Поверьте, это обращение будет распространено по всем телеграм-каналам. Это тысячи людей, миллионы людей об этом узнают. К вам подтянутся люди, которые будут вас принимать как героев, будут окружать и защищать вам живым щитом. И впоследствии это позволит вас не только сохранить должности, потому что мы все знаем, что полетят головы. Полетят головы в переносном смысле, все потеряют свои позиции, все те, кто участвовал, все те, кто санкционировал, все те, кто отдавал приказы. Хочу еще напомнить сотрудникам силовых структур, воинских частей и подразделения Республики Беларусь, что мы все являемся белорусами. Вы все давали присягу о защите, прежде всего, интересов народа, о защите личных прав и свобод граждан Республики Беларусь, а не Лукашенко и не его клана. И сейчас, наверное, пришла пора определяться и выбирать. И да, для этого придется пойти на риск, рискнуть, но, опять же, свято место, пусто не бывает. И спешите занять свои места среди героев, а не с другой стороны баррикады, когда придется просто бежать из страны всеми силами.